Приветствую, уважаемые зрители канала People Life. Меня зовут Алексей Курбан. Благодарю вас, что вы по традиции с нами. Сегодня 23 октября. Сейчас со мной на связи таролог, экстрасенс и НЛП-тренер Людмила Хомутовская. Людмила, здравствуйте. Здравствуйте. Рад вас видеть. Благодарю вас за то, что присоединились к звонку. У нас, как всегда, новости политические, экономические и все то, что впереди нас ждет, хочется обсудить в начале недели. Зрители часто просят указывать дату записи разговора. Еще раз повторюсь, 23 октября, начало этой недели. Будем говорить о том, что нас ждет в октябре. Это в конце. Первое, что хочу спросить. Тревожный звоночек. Россия развернула сейчас группировку до 20 тысяч человек у северных границ Украины. Это Сумская, Харьковская область. Но наши военные говорят, что признаков подготовки ударных группировок нет. То есть нападения, как таковое, потенциально отсутствуют в ближайшие какие-то дни. Как вы видите, есть какая-то угроза с севера? Ну, на сейчас нет, но я бы не была бы настолько радостно настроена, потому что нам говорят, что есть подготовка. То есть какая-то подготовка, какая-то вот есть план, есть что-то, что позже. То есть это не сейчас. И они над этим работают. Поэтому что-то они там точно планируют. На ближайшую неделю, как вы спросили, здесь однозначно нет. Я даже... У меня большой вопрос, будет ли это в этом году. Почему? Потому что у нас как бы как карта мира еще символизирует окончание года. Поэтому если даже это что-то будет, то это возле нового года или в начале следующего года. Поэтому вот туда. Сейчас точно нет. Маленькое уточнение. Вся эта подготовка, она делается как иллюзия, чтобы это было не похоже на подготовку чего-то? Да, это чтобы было даже восемь пентаклей перевернутые, да, мы ничего не делаем. Как бы действий нет. Это что-то, что символизирует накопительный эффект, чтобы что-то подсобрать и так далее. То есть здесь вот эта подготовка такая завулированная, иллюзорная, как бы они не показывают, что она есть, но на самом деле она есть. Поэтому я бы так радостно ее не встречала. Если в этом году это потенциально невозможно, а в следующем году у нас годовщина войны, начнется третий год, 24 февраля, может быть, оккупанты планируют что-то на годовщину начала войны России с Украиной? Я бы здесь не привязывала к годовщине, здесь больше опять у нас история, что это позже, а позже к чему? То есть где-то они ждут каких-то действий, да, то есть продвижение и как противовес. Поэтому здесь противовес, оттаскивание войск, при этом если наши куда-то там зайдут, то тогда они вступят. Вот все-таки эта атака как противовес, но она на будущее, еще раз на будущее. Я бы не привязывала это все-таки к дате. Хорошо, благодарю очень подробно. Сейчас не паникуем, но держим произведение. Второй вопрос. Левый берег Херсонщины, он еще временно оккупирован оккупантами, но появляются новости о том, что вооруженные силы Украины высадились туда и закрепились там. В деталях не хочу вдаваться. Скажите, что мы можем знать об этом, о том, что силы Украины закрепились на левом берегу Херсонщины? Ну здесь тоже подготовительный эффект, то есть та же история, что я вам как бы закрепились ли они? Да, однозначно закрепились. Ждут еще подмоги, ждут, что подойдут люди, но опять это не завтра. Опять не завтра. Здесь будет мини-подготовка, да, и потом мы узнаем случайно, опять же, закрыто опять же, эта информация не сразу и получим, что начались действия. Я это думаю, что это произойдет, если по времени, ну где-то в районе месяца, вот, ну где-то вот туда. В районе месяца. Вместе с тем Херсонская область, в Херсонской области увеличилось количество обстрелов. Если раньше использовали 2-3 бомбы в сутки, то сейчас около 40, это Херсон и Херсонская область. Жители этих районов пишут нам в комментариях под многими видео о том, что действительно подтверждают, что это так. Скажите, это будет теперь все чаще, потому что вооруженные силы Украины все ближе к оккупантам на левом берегу Днепра? Ну это пока будет, по крайней мере, недели 3 точно будет. Почему? Потому что таким образом останавливают, хотят, чтобы защищали, да, вот, каким-то все перевернуть на действия против них и остановить. Пока это будет. То есть, опять у нас вот этот повешенный, не раз тебе говорила, что как минимум 21 день, примерно оно так и продержится, потом поменяется. Вот так. Это информация для Херсона, Херсонской области, на правом берегу Днепра. Следующий вопрос будет касаться Харькова. Новая черная страница в этой войне. Это Харьковская ракета, которая ударила по терминалу новой почты. Там погибло 6 человек, 14 ранен, а мы искренне соболезнуем всем. Сразу же напросился вопрос у меня, это как ситуация с поселком Гроза. А неужели, неужели сдал наводку кто-то свой на отделение почты? И почему была выбрана такая цель? Ну смотри, сдал ли свой? 100% свой. Притом, по описаниям, довольно молодой сотрудник. И если кому-то поможет характеристика, знаешь, такой тихушник. Человек, который тихо, не проявляется, не активируется, то есть такая ходит тень, выполняет действия, и его не особо видят. И вот такой человек. Почему это было выбрано? Всё-таки здесь было желание, чтобы место было активное. Они ожидали большего. И чуть-чуть здесь есть разочаровашка, что маловато будет. Новая почта – это такое, знаешь, место, где все собираются. И я не знаю, во сколько это произошло, но я так понимаю, что они ожидали, что там будет больше людей. И есть у них вот такая тень недовольства, что почему было меньше. Поэтому и выбрано украинскую мову, мисту скупчения людей. Окупанты в газетах своих сразу же написали о том, что Новая почта пересылала чуть ли не танки, оружие, гранатомёты. Нет, ну то, что танки, никто не сомневался, знаешь. Давай посмотрим, пересылали ли что-то. Ну опять же, да, фигня собачья. Всё пересылали для дома, для семьи, какая-то мелочь. Кому-то какие-то трусы, ну максимум штаны. Поэтому ничего вот и заявленного точно нет. Благодарю. Скажите, а есть какой-то сценарий, где в планах повторить такой же удар, но по другому отделению почты? Как по скоплению, массовому скоплению людей? Я не уверена, что это будет Новая почта. Они, знаешь, ищут логистические развязки. То есть вот это заявление, что они ищут, что где-то там пересылают оружие, и я не повлюблённый, ну не думаю. То есть здесь может быть какое-то другое отделение. Ну может это даже и не Новая почта. Ну не уверена здесь, что это Новая почта. Больше всего кто-то вот, кто перевозчик, да, перевозчик, который что-то перевозит. Потому что есть какая-то информация, и мы будем видеть подобного. Не уверена, что это Новая почта. Скорее всего нет, чем да, но что-то подобное мы услышим. То есть опять логистическая организация, которая что-то откуда перевозит. У них есть какие-то подобные сведения? При всём том, что это логистика, может быть продукты, автомобильные шины, всё что угодно. Опять же, сведения, у них есть информация, что есть какая-то логистическая система, которая переводит. Но вот кто это, никто не знает. Поэтому мы будем видеть подобную логистическую организацию, и туда будет направлено. Благодарю. Ещё хочу сделать такой акцент, что сами представители Новая почта сказали, что у работников не было даже шанса успеть добежать до укрытия, потому что прозвучала тревога, и сразу же произошёл удар. Давайте пойдём дальше. Правда, что РПЦ в России создаёт собственная частная военная компания для войны против Украины. Чтобы просто не налазить на голову церковь, создаёт военная компания. Ну, сказали, что да, здесь такие интересные будут подвязки, подвязка как бы под спасение мира и подшельнику. То есть такие у нас, вот эта история с освободителями, она продолжается, поэтому оно ещё будут вот такие дети Христовые, которые придут нас освобождать. Поэтому, да. На голову, повторюсь, не налазит. Частная военная компания от церкви, это же наверняка стоит денег. Кто даёт деньги на эти частные военные компании? Кремль или прихожане российские? А ты знаешь, здесь интересная история, что оно подвязано с вот этими мыторствами нашей церкви, если правильно так сказать, тех, что находятся, и поэтому это включился вот этот бой церквей против нашей власти, поэтому это их личная инициатива. Есть ли какие-то такие тихие предатели на территории Украины в РПЦ, МП? Ну, здесь по всем данным есть, прям посмотрите, интересное такое послание. Звезда, люди, которые молятся, и они как бы и являются воинами, при этом постоянно идёт работа, то есть им постоянно рассказывают, как всё плохо, и опять давайте вспомним, это я для наших зрителей, кто находится на уровнях маленьких городков, сёл. Ну, вот честно себе признайтесь, разве в вашей церкви не так? Зрители, которые из маленьких городов, которые что-то в этом схожее видят, напишите в комментариях, правда, интересно почитать, не будем озвучивать, превращать вопрос, просто выскажите своё мнение, я зайду, почитаю обязательно. Последний вопрос, последний вопрос будет касаться Путина. Есть хорошая новость и плохая новость. Хорошая новость, слух о том, что у Путина 22 октября была остановка сердца, и плохая новость в том, что, к сожалению, он всё ещё жив. Подробности, к сожалению, не разглашаются, есть такой слух, но врачи предполагают, что вряд ли Путин доживёт до конца осени. Два вопроса. Было ли такое с сердцем, и как вы видите прогноз жизни Путина до конца осени? Здесь я подтверждаю, опять же покажу, то есть здесь было что-то, человек находился в состоянии эмоционального подъёма, и плохая история, что рядом были кто-то из близких, то ли это была жена, то ли это были дети, и они наделали очень много шума, и его вернули. Поэтому мой ответ – да. И насколько долго, и сейчас вспоминаю то, что я говорила у тебя на передаче, что если умрёт в этом году, то это обязательно от болезни, потому что это показывали. В следующем году уже оторвут голову, а вот в этом ещё от болезни. Живёт ли до конца? Нет, я всё-таки думаю, что он доживёт. Его просто качают по колеснице, применяют всё, что возможно, и не уверена, что он не доживёт, к сожалению. А сам Путин ещё влияет на управление страной, или это за него делают уже другие? Ну, карта мир, да, это коллективное, то есть это коллективное. Путин здесь нет вот того идеала, что нам показывают. Здесь какой-то союз, который работает. Ну, и лицо ему Путин. После смерти Путина, его дублёр, какова судьба его дублёра? Ну, знаешь, тут сразу жёсткая такая ситуация, то есть я не уверена, что его буду дальше держать. Есть уже приёмник, даже нам говорят, что ждут, поэтому по десятке мячей человека сразу уберут. Благодарю вас. Такой классный, хороший расклад. Да, действительно, мы говорили о том, что если Путин умрёт, то умрёт в этом году от болезни. До конца осени остался месяц, месяц ноябрь. Давайте сделаем короткий расклад этот месяц для Украины. Главная новость хорошая и плохая новость, потому что наши будни состоят из хороших и плохих новостей. на ноябрь. Всё-таки я жду какого-то, не знаю, прорыва. То есть вот это подтверждается всё время, что что-то должно случиться, и минимум это будет связано с мостом. Но всё-таки из того, что я вижу, всё-таки это как мне, то это прорыв. Вот это главная новость. Хорошая новость. Хорошая новость. Мы получим, очень долго ждали, получим какое-то оружие ещё. То есть это не вот эти атакамсы, о которых тоже я, кстати, говорила, но ещё что-то, вот прям что-то более быстрое, более агрессивное. И оно как бы полное противостояние и плохое, и плохая новость. Плохая новость, как всегда, да, по дьяволу, по пятёрке кубков, по отшельнику, то есть какой-то срач, связанный вообще с нашими управителями, вот если так можно сказать. Я так понимаю, какая-то ситуация, которую никто не ждал, а она всплывает какая-то большая? Да, да, она будет такая максимально грязная, она, ну, здесь куча грязи вылится, и нам будет, Украине в очередной раз неприятно, что такое у нас есть. На весь мир стыдно, я так себе, вашу мысль, если я интуитивно правильно понимаю, стыдно на весь мир. При всём том, что сейчас, вот недавно была новость, что поймали какого-то главу, который отвечает за взятки и коррупцию, поймали на взятки. Это ужас. Людмила, спасибо большое за последние вопросы. Благодарю вас за то, что с нами в начале недели. До встречи в следующих видео. До свидания. С нами на связи была Таролог и экстрасенс, АЛП-тренер Людмила Хомутовска. Подписывайтесь на все её соцсети под этим видео и в комментариях напишите, что вы об этом думаете. До встречи в следующих выпусках. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова